Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня мы рассказываем о событиях в Азии, Африке, Америке и Австралии. Меня зовут Илья Зайцев. Тема нашего сегодняшнего выпуска – «Кичук. Кайнарджийский мир». «Кичук. Кайнарджийский мирный договор» был подписан 10 или по старому стилю 21 июля 1774 года на территории Османской империи в маленькой деревеньке «Кичук. Кайнарджа», что по-турецки означает «маленький горячий источник». Подписан он был между российской и турецкой сторонами и таким образом завершал длительную и изнуряющую русско-турецкую войну. Война была объявлена османской стороной 25 сентября 1768 года. Русский резидент в Стамбуле Алексей Михайлович Абресков, который более 30 лет представлял российские интересы в османской столице, был брошен в мрачные и сырые казематы семибашенного замка «Иди куле». Русским войскам по предварительствам фельдмаршала Брумянцева сопутствовала удача. Они одержали ряд блестящих побед при Лаге и Кагуле. Овладев Измаилом, Килией и Аккерманом, русские утвердились в буджаке. В июне 1770 года состоялось знаменитое Чесменское сражение, в ходе которого русским флотом османская эскадра была почти полностью уничтожена. Турецкая страна предложила заключить перемирие и приступить к врыботке мирного договора. Летом 1772 года в небольшом румынском городке, который назывался Факшаны, встретились две делегации – российская и османская. Переговоры делились все лето, однако в августе, по приказу великого визира, турки покинули переговоры. Но уже в начале осени на имя фельдмаршала Румянцева пришло новое письмо от визира, который предлагал возобновить выработку мирных соглашений. Новые мирные переговоры должны были состояться на этот раз в Бухаресте. С ноября 1772 по март 1773 года русские и турки безуспешно пытались согласовать свои позиции. Неудача Бухарестского конгресса, как его иногда называют, делала продолжение военных действий неизбежным. Так и случилось. В апреле 1773 года война между двумя державами возобновилась. На этот раз фортуна была не столь благосклонна к российским войскам, и они потерпели ряд неудач. К тому же осенью 1773 года в России вспыхнул пожар крестьянской войны под предварительством Емельяна Пугачева. Это, естественно, не могло не отразиться на внешнеполитическом курсе Российской империи. Война продолжалась уже около пяти лет и стоила и османскому, и российскому государству огромных денег. Можно сказать, что обе стороны к тому времени страстно желали прекращения изнурительной войны. Тем не менее, военные действия продолжались. В начале мая 1774 года русские войска перешли Дунай. В ходе ожесточенного сопротивления погибло немало солдат из той и с другой стороны. 9 июня 1774 года состояла знаменитая битва при Казлудже, где османские войска потерпели сокрушительное поражение. Однако и русские части были измотаны. Обе стороны желали мира. И в этот момент, 20 июня 1774 года, в Ставку Румянцева прибыло письмо от Великого Визира с предложением заключить перемирие и возобновить мирные переговоры. Итак, 10 июля 1774 года в Кючубка и Нарже мир был, наконец, подписан. С российской стороны его подписал генерал-поручик Николай Репнин, с османской же великий визир Ахмед Ресми Эфенди и Рейс Эфенди Ибрахим Мунип. Текст договора состоял из вступления 28 статей и секретного приложения, которое включало в себя две статьи. Среди основных условий мира было, прежде всего, признание независимости Крымского ханства, а также кубанских татар. Отныне они признавали верховенство османского султана только в вероисповедных делах. Он стал для них халифом. Россия удержала за собой крепости Яникале, Керчь, Азов и Кинбур. Отныне российские суда пользовались Черным морем теми же привилегиями, что английские и французские. Наконец, по условиям Кючукко-Энаджийского мирного договора, османская сторона признавала за Российской империей право покровительства и участия в делах христиан, дунайских княжеств, в том числе и Молдавии. Кючукко-Энаджийский мирный договор коренным образом изменил соотношение сил между двумя великими державами – Российской и Османской империей. Он привел, в конечном счете, к присоединению Крымского полуострова к Российской империи в 1783 году, а также к открытию Черного моря для русской торговли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok